всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вы наверняка видели очень популярный мультфильм рататуй но скорее всего очень немногие из вас это блюдо готовили я сегодня хочу вам показать заинтересовать и сподвигнуть на кулинарное творчество дело в том что переводить с французского рататуй составной из двух слов рад это просторечная еда ну скажем там хавчик тюе тюе наверное я французском французском слаб это глагол то есть мешать помешивать то есть это такая съедобная мешанина готовится это блюдо из овощей из достаточно богатого набора готовится в соусе тоже овощном не обязательно украшать как это в мультфильме выкладывать слоями то тоже будет рататуй короче это блюдо в котором очень можно экспериментировать и все равно получится вкусный классно целый простор для творчества ладно запечься в духовке тем более что сегодняшний спонсор выпуска компания luminar прислала мне вот такой классный набор для запекания форма такая вот отличная удобная тонкая легкая вы кстати заметили что я очень часто готовы блюда в своих роликах выкладываю на посуде именно этого производителя если не пытаться всех поразить своим богатством то на мой взгляд это очень удобная посуда на легкая прочная и что немаловажно при моих объемах готовки ежедневных она отлично моется в посудомоечной машине перечень продуктов и основные этапы готовки как всегда в конце ролика прочитайте приступим для начала надо организовать ароматизацию оливкового масла extra virgin то есть холодного джима очень ароматного мне понадобится мелко нарубленный чеснок свежий базилик тоже поменьше нарубить и немного цедра лимона все перемешать пусть настаивается такую процедуру кстати может проводить раз в месяц и хранить такое масло в бутылочки глава в темном месте будет прекрасный запас для запеканий просто для заправки салатов классная штука а собственно приготовление сегодняшнего блюда мы начинаем соуса перепад сладкий перец надо под верхним грилем быстро запечь я хочу чтобы шкурка почернела это придаст соусу такой аромат дымка в идеале конечно вообще это дело на углях делать а если у вас газовая плита а не электрическая у меня прямо на комфорте газа вы обжигаете получить тот же самый эффект и гораздо быстрее чем в духовке так в кастрюле уже кипит вода ею скипятил для того чтобы шкурку с помидоров снять надо насечь их крестообразно и на одну-две минуты в кипяток если у вас сейчас нет доступа к вкусным сладким таким летним помидорам ярким летом бакинские бывают очень вкусные москве я знаю то можно просто использовать консервированную собственном соку банки тоже очень классно тем более что их летом собирают получается очень вкусно даже можете вкуснее получится пора вынимать пусть слегка остынут я пока мелко нарублю лук чем мельче тем лучше его надо обжарить до прозрачности а лучше даже для начала зарумянивания но сначала стоит масло ароматизировать чесноком и внимание классический прием французской кухни смешиваем сливочное масло с ароматным оливковым extra virgin это смесь имеет совершенно потрясающий аромат чеснок если мелко убить может загореть а в раздавленном виде он свой аромат прекрасно отдаст а затем можно будет из масла удалить и острого перца для яркости вот этот сухой очень острый ну можно и свежий чили нарезать масло важно использовать ароматное extra virgin с горчинкой главное не сжигать иначе никакого смысла в использовании на аромат не будет и да не переживайте вы по поводу канцерогенности и прочего канцерогены получаются результате сплавой обработки азотных соединений до в оливковом масле не афинирован они есть но гораздо больше просто вот на порядке на 2 на 3 порядке их больше в обычных овощах то есть овощи обжариваете и сжигаете их вы этих нитрозаминов получаете от овощей просто в тысячу раз больше чем от масла нерфинирного поэтому без разницы в каком масле вы свои овощи жжете вот если не сжигаете ничего то и можно использовать нерфинирное масло будет вкуснее и аромат не короче не перегревайте не сжигайте ничего тогда будьте здоровы морковь надо очистить и мелко нарубить стебли сельдерей тоже мелко круг все это богатство между тем перец уже в отличном состоянии сейчас чуть остынет и можно будет удалять шкурку помидоры уже остыли пора шкурку с них удалять если не возиться можно помидоры не бланшировать шкурку не снимать а просто разрезать пополам и мякоть натереть на терке с перца можно все лишнее уже удалить радатуй по составу очень простое блюдо только из овощей и поэтому чтобы получить яркий вкус на выходе нужно использовать яркий соус перец надо нарубить кусочками и и теперь помидоры и перец отправляю к луку и сразу пряные травы и вот здесь очень важный момент разные местности во франции добавляют разный набор пряных трав и вы можете тоже экспериментировать добавлять свой набор и именно пряные травы вот их состав их соотношения между собой что владеет что не кладете и создает результате вот туфель вкуса которую в конце концов получите и ваша рататуй может кардинально по вкусу отличаться за счет вот этих добавленных трав от рататую соседа даже если он готовит вроде бы по тем же самым рецептом у меня есть смесь который называет прованские травы ее сам составлял в разных пропорциях шалфей базилик тимьян розмарин мят перечная чабель душицы и майоран так еще кинзы над зеленой добавить если любите сначала рубить конечно помельче свежий базилик и по вкусу и на запах отличается очень сильно от сушеного так что его несколько листочков я добавляю теперь все должно упариться вкус и ароматы смешаться и только затем можно будет выправлять на вкус я имею ввиду соль сахар кислоту добавлять перец в конце концов может понадобиться я думаю обязательно понадобится соль черный перец и перемешать помидоры зимние не сладкий поэтому придется и сахар добавить и бальзамического уксуса пару капель для кислоты вот теперь все в порядке вот именно сейчас именно на этом этапе вы создаете ту самую базу для той палитры вкусов ароматов которые расцветит ваше конечное блюдо для бархатистости текстуры пробью его блендером теперь беру форму для запекания спасибо спонсору на дно соус и затем можно выкладывать овощи я же уже говорил что ратату это просто запеченные овощи в соусе перепад поэтому если вам не хочется возиться с вот этой выкладкой просто кладите все в кучу получит также вкусно но может не так нарядно где-то тоже будет рататуй красота остается приправить сверх ароматизированным маслом аккуратно накрыть фольгой и отварить духовку запекаться при 160-170 градусов часа на полтора может два вообще эта посуда до 250 градусов температуру держит но для рататуя такой высокой не надо ждем полтора часа прошло пора удалять фольгу и еще на полчасика при 180 чтобы сверху все подпеклось красиво такой чудно выходе ну согласитесь красота сервировать это конечно на дарелке довольно сложно но я постараюсь можно приступать к самой приятной части к пробе тяжелее всего ждать когда она приготовится потому что такие ароматы от этих пряностей идут классные какие-то летние свежие сложно это классная яркая вкусная овощной рагу привычная и непривычная одновременно опять же за счет большого количества пряных трав чем больше вы сюда положите того чего вам нравится тем более ярким получится результат короче классная штука тут и баклажаны и помидоры и цукини и соус вот этот очень яркий прям вместе они классно сочетаются и конечно же вот добавление сверху вот этого свежего ароматного оливкового масла extra virgin с чесноком с зеленью это классно короче вкусная такая мешанина кстати может быть это и мешанина на французском потому что крыс все подряд вроде как ели вы вытаскивали вот такую крысиное блюдо и где-то может быть не знаю если кто-то знает историю знание этого блюда расскажите обязательно в комментариях я думаю всем будет интересно почитать на этом пожалуй можно и закончить огромное спасибо сегодняшнему спонсору компании luminar за предоставлены формы для запекания эта посуда кстати гораздо более стойкой к сколам нежели керамика например и она ощутимо легче керамики но и выбрать цвета тоже радует самые разные почему говорю про вес для меня это очень важно вся посуда которая у меня стоит для съемки стоит в шкафу со стеклянными полками и уже столько набралось что керамика все это продавливает полки боюсь что скоро лопнут все эти под их весом а вот этот легкая посуда она конечно еще послужит полки немножко послужит мне огромное спасибо что посмотрели обязательно готовьте эту штуку это вкусно это просто и не напряжно нарезали все сложили и звали не дать так красиво выкладывать напоминаю по промокоду фреска вы можете получить скидки вот на такие замечательные ножи самуры и на другие тоже всем спасибо за компанию еще разочек спасибо спонсору всем пока а